Здравствуйте! Традиционно начнем со спортивной афиши. В субботу завершаются соревнования по художественной гимнастике. Международный турнир «Сударушка». Он проходит в спортивном комплексе на генерала Хлебникова. Там же в воскресенье будет организован турнир по женской эстетической гимнастике. Оба выходных дня можно будет посмотреть бои в рамках первенства по фехтованию. Они организованы в общеобразовательной школе номер 28. В субботу и воскресенье в спортивном комплексе «Спартак» будет организовано соревнование по кикбоксингу. Кроме того, в воскресенье пройдет открытый турнир по кендо. Начало в 10 утра и завершится все в 18.00. Но это короткий дайджест, а об остальном поподробнее. Легкое приятное общение с заделом на большое будущее именно так характеризуют формат вечеринки «Быстрые свидания» организаторы. Девушки сидят за столиками, к ним подсаживаются молодые люди и общаются в течение семи минут, после чего кавалеры переходят за следующие столики. Таким образом, за вечер у каждого участника происходит несколько знакомств. Подходит формат людям занятым, скромным или тем, кто уже другие способы найти вторую половинку перепробовал, но безрезультатно. Средний возраст участников от 27 до 35 лет. На «Быстрые свидания» ходят представители всех профессий и социальных статусов. Участники ставят плюс или минус в анкету каждого визави, рассказывает современная сваха Екатерина Герасимова. Если симпатии совпали, организатор сообщает об этом, и новообразованная пара может отправляться на свидание. «Посмотреть трагикомедию «Счастливая история» по мотивам произведения Антона Павловича Чехова приглашают артисты. Сахалинского театра «Кукол» в рамках фестиваля «Муравейник» в пятницу, 13 апреля. Постановка не пересказ произведений автора, а их осмысления. Гости в зрительном зале и артисты на сцене вместе поразмышляют над судьбами человечества и с классической чеховской иронией и юмором поговорят о вечном. Постановка рекомендована лицам старше 14 лет. «Счастливая история» – билеты на нее в кассах театра «Кукол». В кино в выходные можно будет посмотреть русский хоррор «Гоголь Ви». Это современная адаптация классической истории в жанре детектив. Прокат фильм штурмует уже вторую неделю. Касса и отзывы неплохие. Дети довольны, родители спокойны. Именно так можно охарактеризовать отдых в парке развлечений «Чайланд». Огромная территория, зона активных игр, горки, карусели, развивающие активности. Можно занять малышню на несколько часов и даже не заметить, как пролетело время. Кроме прочего, маленькие гости парка найдут здесь новых друзей и научатся отдыхать с пользой. Шли мимо, увидели, что есть для маленьких именно детей, потому что все в основном для взрослых. А здесь для малышек у нас, нам еще трех нет, что одно, что второе. Ну и пока что они в шоке. Да, от такой сказки. Здорово. Да, нам пока нравится. На волне переживаний по поводу надежности и защищенности руководство Центра развлечений «Чайланд» разработало комплекс мер, благодаря которым отдых здесь будет не только веселым, но и абсолютно безопасным. На территории всего парка защищения «Чайланд» на каждые 100 квадратов установлены пожарный гидрант и пожарный щит, как бы сам. То есть в него выходит пожарный гидрант и два огнетушителя. Плюс на территории лабиринтов, те, где у нас находится сеточная система, где гражданок, установлены стенды, на которых расположены канцелярские ножи, ножницы, респираторы, фонарики. Об этих щитах также будут информированы и родители, и сами сотрудники персонала. То есть в случае чего беспрепословно разрезать, достать ребенка, помочь выбраться оттуда и сопроводить либо через аварийный выход, либо кратчайший выход. Неравнодушных ивановцев организаторы приглашают в субботу на первую в городе благотворительную барахолку. Она стартует в 11.00 на Нимлофте и завершится в 18.00. За символическую плату можно будет приобрести одежду, обувь, аксессуары, как новые, так и БУ. Можно будет поучаствовать в розыгрышах и аукционах. Кроме того, послушать выступления музыкантов и посмотреть на шоу, организованное ребятами из студии творческого развития оперения. Приходите обязательно всей семьей. Пока малышня будет резвиться на мастер-классах и в игровых зонах, взрослые смогут поучаствовать в благотворительной барахолке. Вырученные средства будут направлены на оплату реабилитации 8 детям с ДЦП. Самый сок нашего мероприятия – это благотворительный розыгрыш призов от наших партнеров. Можно будет выиграть за совершенно небольшую сумму денег – ужин в дорогом ресторане, ночь в красивом отеле, книги с автографами известных людей, услуги салонов красоты, мастер-классы. У нас проводится благотворительный, ежегодный благотворительный концерт, который называется «Дорога и добра-2018». Он пройдет в Дворце пионеров, он будет проходить в 5 часов дня. Этот концерт посвящен проекту «Ребята из зверята», организованному приютом для животных «Зоу-37». В нашей телеафише мы рассказали только об одной постановке. В рамках 12-го по счету международного фестиваля «Муравейник». Их же будет гораздо больше. Фестиваль проходит с 13 по 17 апреля. И в Иваново приехали мастера сцены кукольных театров из разных городов страны, таких как Оренбург, Южно-Сахалинск, Тула, Пенза и многие другие. Понравится как самым маленьким зрителям, так и ребятам постарше. Некоторые постановки имеют возрастное ограничение 16+. Что модно у кукольников всей страны, узнаем в выходные. Ну и, конечно, увидимся в зрительном зале. До свидания.